Здравствуйте! Мы продолжаем встречи с Николаем Мишустином, руководителем Общественного комитета Госгосударственной думы по защите детей и семей от ювенальных технологий. Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте! Николай Николаевич, вот как бы немножко уже поутихло, но тем не менее в памяти до сих пор вот этот шок, который вызвало, значит, так называемое Евровидение, с победой так называемых победителей, вот как там кончита, это он, она, оно, что-то с бородой. Но, как мы увидели впоследствии, это имело некие продолжения. То есть, во всяком случае, это можно совершенно воспринимать не просто как какой-то артефакт очередной, так сказать, вот почудили в Европе, да, а это, в общем-то, как мы видим, часть совершенно целенаправленной политики, причем во многом заточенной именно против России, поскольку, так сказать, ну, как мы видели все вот эти последующие события, как вы вообще оцениваете вот это все? Вы настолько затронули вот эту вот глубинную тему, и вот это вот позорище европейское, чисто политизированное, оно высветило целый клубок технологий, которыми будут уничтожаться семья. И началось это раньше. Одни там в ангаре в каком-то выступили в этих блестящих ярких обертках, а другие перед этим пытались танцевать у нас на солее. Да, да, да. Феминистки такого же разлива и поддерживающие такие же ориентации. То есть это показывает том, что это целенаправленная стратегия, наверное, по уничтожению основ в какой-то степени и цивилизации, и мировоззрения целых народов. Потому что если мы это стерпим, это будет восприниматься как норма. И, кстати, вот когда мы проводили последний круглый стол, родительская общественность еще с зимы стала возмущаться с тем, чтобы запретить показ Евровидения. Потому что это детская, молодежная аудитория, элементарной подкруткой, кнопкой голосов. И сейчас, скажем так, можно спокойно выдать любой результат. Тот, кто это коммерческий проект, тот, кто сидит на кнопке, может электронно подыграть все, что угодно. И, к сожалению, сейчас уже эта бородатая баба австрийского разлива, турецкого происхождения, она уже рвется с гастролями Европу, и уже Министерство культуры объявило о том, что не может в этом деле запретить. Вы видите, с одной стороны, принимается закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и всех вот этих извращений. А с другой стороны, переворужая чувственные каналы восприятия, особенно молодежи, они пытаются, скажем так, с другой стороны, это дело преподнести и внедрить. Но вот этот прошедший конкурс Евровидения, он продемонстрировал, с одной стороны, всю глубину падения Европы, а с другой стороны, все технологии, которыми будет уничтожаться наша семья, традиции. Первое, это вот люди с нетрадиционной ориентацией. В Европе легализованы законы о гендерном равенстве. Как правило, там сначала семь полов, сейчас уже все эти вариации вышли за сотню, и они уже не могут остановиться. Как правило, я говорил, что они... 38 уже, по-моему, там что-то... Да, то есть они не могут сами родить детей в результате своих сожительств. То есть фактически они являются носителями смертельной идеологии. Вирусов. Да, таким вот социальным вирусом. А с другой стороны, для воспроизводства этой заразы, им как бы нужны дети. Поэтому им нужны ювенальные технологии, отчуждение детей и скромность семьи, и передача к ним. Им нужны, так сказать, технологии дискриминации семей. И, на самом деле, вот в сфере наступления всех вот этих глубоко деструктивных технологий, аморальных, мы и отсутствие эффективной защиты семьи, как таковой со стороны государства, мы можем видеть, тем самым традиционная семья подвергается дискриминации с точки зрения активного продвижения и наступления мировым сообществом всех вот этих вот отклонений, чтобы, а как они говорят, обеспечить устойчивое развитие мира. А что такое устойчивое развитие? Это нулевой демографический рост. Это люди больше не должны как бы рожать. То есть золотой миллиард не хочет ни с кем делиться, даже чужими ресурсами, чужой природной рентой и чужим богатством. И поэтому во всех развивающих странах или ресурсоемках они пытаются насадить вот эти вот технологии как бы самоуничтожения народа. Следующее вот там было очень интересно, когда весь европейский депутат в голубом был руководителем группы из пяти панков, которые, так сказать, повторяли цвета вот этого вот ЛГБТ-сообщества, шестицветное, скажем так, радужное. И они пели песню о толерантности. Это где было в смысле? Ну, о том же Евровидении, финалисты. Смысл подходил к тому, что сначала мы защищаем, как бы так, голубые защищают заик детей. А заики голубых там? Нет, 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 нет. То есть вот у нас, когда внедрялись эти программы по толерантности, то есть я обратил внимание, там был заряжен такой концепт. Сначала защита людей с некими такими органическими дефектами развития и недостатки, а потом такое же толерантное отношение к людям с дефектами воли и сознания. Да, да, да. Как бы вот эта вот толерантность, так сказать... Подмена понятий. Подмена идет понятий, а вот это продемонстрировало, что, так сказать, в чем смысл они вводят толерантностью. То есть сначала защита людей с дефектами развития, а потом защита детей, людей, так сказать, с дефектами сознания и воли. Ну, то есть такой гуманизм без края. То есть сначала безбарьерность, всегда прекрасно все затаскать, инвалиды, бедные. А потом переход сразу другой. Ну, вы знаете, занимаясь московскими проблемами, знаете, могу вопиюще наблюдать совершенно явление, когда вот сейчас специальные коррекционные образовательные учреждения, где детей в малокомплектных группах вытягивали до нормального уровня, ставили им речь, компенсировали все эти какие-то органические нарушения, делали коррекцию. Сейчас все эти детские сады коррекционные разваливают, ребенка закидывают в общую школу, разговаривая с педагогами, они говорят, у нас получается дикая ситуация, ненависть в классе, в которой эта толеранция никак не преодолевается. Либо я работаю на этого ребенка, пытаюсь вытянуть его любой ценой, хотя я сам не дефектолог, у меня нет соответствующего образования, чтобы в общем классе этого ребенка... Ну, школы сократили этих специалистов. Да, да, да. Либо весь остальной класс начинает надо мной над ним смеяться, ему не интересно, либо я работаю со всем классом, со средним уровнем, тогда я ему не уделяю внимания, и он начинает неизбежно отставать. Вот эта инклювизация, скажем так, которую нам внедрили у все наши традиционные нормы социализации этих детей, упразднилась, и отработанную десятилетиями очень эффективную систему их рез социализации, вот все это в один коктейс сливая в общественную школу, с этой инклювизацией, с этой толерантностью, это на самом деле вызывает наоборот противоположные эффекты. Но зачем эта толерантность нужна? Вот это, так сказать, во главе с голубым депутатом европейским на этой песне продемонстрировали. Но там был еще венгр американского происхождения, который спел песню о домашнем насилии, и тоже стал финалистом. Занял, если не ошибаюсь, пятое место. То есть идеологическая заряженность этого конкурса... Идеологическая заряженность тройная, да. Что вот семья... Раньше, знаете, говорили, Россия тюрьма народов. И типа давайте сносить, нам все это устраивать и так далее. А сейчас следующий концепт. Семья оказывается у нас тюрьма для всех славных. И давайте с чем еще ювенальными технологиями, вот этими законами против домашнего насилия и уничтожать. То есть подрыв идет. Хотя именно благодаря семье цивилизация выжила, сформировалась, умножилась, так сказать. И никто не страдает. Николай Иванович, смотрите, у нас получается некий зазор, как я понимаю, в государстве. То есть, с одной стороны, последние два года особенно, да, и в лице, так сказать, президента нашего Путина, и в лице, там, допустим, того же Астахова, бутсмена детского, и, так сказать, ряда, в общем, достаточно весомых государственных людей, структур, и в Госдуме, в той же. Высказываются концепции, принимаются законы, которые, ну, явно, так сказать, идут в защиту традиционных ценностей. Причем именно, как бы, Россия в этом смысле становится, по крайней мере, вот, чисто внешне, да, неким центром притяжения, да, центром организации, центром сборки, как бы, так сказать, традиционных, традиционных ценностей. Противовес, так сказать, той толерастей, которая, как бы, так сказать, в мире, в Европе, в Америке разлита. Это с одной стороны. Да. С другой стороны... Это очень хорошо, что Россия становится, как человеком спасения. Ну, изнутри, то есть на другом контуре, это вот контур, так сказать, внешний такой, мега-контур, да, на контуре, таком, так сказать, деловом, конкретном, да, бытовом, идёт совершенно противоположные тенденции, причём они идут от людей, исходят от людей, вот, ну, скажем, гораздо меньше чиновных, да, но, тем не менее, действующих очень чётко, так сказать, и по какому-то, может быть, плану, да, то есть получается, что, ну, как одна рука строит, созидает, так сказать, другая рука из-под низу вот это всё ломает, так сказать, мешает и так далее. Как это всё объяснить? Вы знаете, ну, как объяснить, ну, Америка призналась, что 5 миллиардов долларов, продолжая холодную войну гражданскими средствами, они вложили в Украину, там, кстати, принято ратифицированы эти законы о домашнем насилии, о биометрическом паспорте, эти ювенальные технологии, эти стерилизационные прививки гордосил, и мы видим, к чему пришло запуск крайне деструктивных технологий по атомизации общества. Сначала они всех разделяют лейбами, раздирают, даже семью раздирают, детей отделяют, всё, а потом из этого разодранного атомизированного социума, где нарушена преемственность, связь поколений, где нет соответствующего образования, где идёт дебилизация детей. У нас, кстати, в системе образования те же самые технологии на 95% запущены по не образованию, а дебилизации в какой-то степени детей. Ну, получается, у нас им хоть как-то противодействуют, Вы знаете, ну, собственно говоря, мы начали противодействовать. Нет. С чего мы начали противодействовать? Когда мы проводили круглый стол в Государственной Думе «Вставайте люди русские» в 2011 году, это началось с того, что, вот я всем говорю, представитель Народного собора Украины Друзь Игорь Михайлович, он приехал и рассказал о всех этих пилотных законопроектах европейских, о ювенальных, об электронном паспорте, о технологиях вот этих семейного насилия, которые сознательно заряжаются, активно финансируются во всех странах СНГ, чтобы разрушить их изнутри. И только после этого начали внимательно смотреть все законодательство и их находить. Вот именно только благодаря его предупреждению с Украины мы, скажем так, вот остановили этот закон о гендерах. И у нас это внедрялось под всевозможными лукавыми формулировками. И, кстати, вот именно тогда общественность стала возмущаться. Возникло мощное просемейное, прородительское движение по всей стране. Вот у меня уже там в Туле мы проводили залы перегруженные, в Ханты-Мансийск приглашали до этого в Пскове, в Нижнем Новгороде. То есть везде родители начинают самоорганизовываться. То есть они понимают, к чему это все идет, я как говорю. Уничтожают веру. Что такое вера? Она передается традициями, преемственность. Она в поколении. То есть разрывается ювенальными технологиями. Значит, наша вера. Надежда. Это наши дети. Это наше будущее. Уничтожают нашу надежду. И третий аспект. Это вот своими этими технологиями о домашнем насилии. Уничтожают бескорыстную жертвенную любовь, на которой всегда стояла наша традиция. То есть это закон. Уничтожение веры, надежды, любви. И внедряются именно для подрыва страны изнутри. Под этого лукавая статистика еще масса аргументов подводится. Но, как видим на этом конкурсе, эти все европейские изобретения, до чего они довели Европу. Уже всем очевидно. И мы должны сейчас, особенно многие родители, патриоты и традиционно настроенные граждане, понять, что если мы сейчас на эту тему не начнем задумываться, то это все будет очень скоро и у нас. И больше всего меня поражает, когда стали обращаться православные матери с Украины, к которым вернулись. Они, дети, послали на этот Майдан заработать, так сказать, кусок православной матери на поддержку иномарку. Они вернулись туда, обратно, в состояние дикой ломки. Потому что их там накачивали наркотиками. Там наркотиками накачивали. Да. То есть это, скажем так, с другой стороны, нам демонстрирует эту глубину духа потребительства. Но тут еще другая выползает из этого проблема. Ведь, с одной стороны, вернемся к этим законам о домашнем семейно-бытовом насилии, которые, как бы, уравнивают, главенством уничтожают мужчины в семье. Всех уравнивают. О чем мы говорили в прошлой передаче с вами. Да, да. Вот представьте, летит с самолета. И во время полета выходит из самолета пилот, садится со всеми и говорит, я такой же, как вы. Там любой, садись за штурвал и лети. Чем это закончилось? Да, да. А ведь, посмотрите, у нас затонула Булгария. Булгария. Капитан спасался первым, ничего не делал. Затонула Конкорния. Ну да, да. Капитан вышел, спасался первым. Такой же, как и все. Мне своя шкура дорога. В Северной Корее, что сделал капитан. Понимаете? И вот, когда Булгария тонула, там два корабля проходило мимо. Зарабатывали деньги. Никто не остановился, чтобы спасти пассажиров. Это вот как раз показывает, к чему может привести это уничтожение ответственного глава семьи, защитника слабых. Защитника детей, что в погоне за куском, за прибылью. Это скорее все-таки не семья, а это размытие вообще моральных основ. Да, да. Это вот нам демонстрирует, насколько это размывание приводит. И вот таких в экстремальных ситуациях ни женщину, ни слабых детей, никакая юридическая фикция не спасет. И вот приведем пример Украины. Мы видели, как там девушки заряжали коктейли Молотова и, так сказать, помогали сжигать этот дом. До какой степени уже должна быть ситуация, что переформатировано мышление, даже нет никакого инстинкта будущего материнства, что они готовы на это. А с другой стороны, мы видим другой резкий всплеск пассионарности русского самосознания, когда отцы, ну извините меня, вот у нас общий концепт патриотизма, вот в Ханты-Мансийске меня студенты спросили, а в чем основа русского патриотизма. Вы знаете, и вот сейчас им отвечаю. Вся Россия это была многодетная, когда тот, который шел в армию служить даже на 25 лет, он защищал свое отечество, своего брата, своего семью, всех, которым отец дал его отчество еще на дальних подступах. То есть почему, вот так сказать, как бы Россию спасет и русский народ, семья, армия и флот, мы должны к этому возвращаться. И вот как раз смысл мужчины, воина, защитника, да, это мужественный человек, вот как сейчас на Украине, защищают свою семью, слабых детей, слабых женщин, которые сами себя защитить не могут. Для этого, получается, нужно было до предела, до последнего довести людей, чтобы они встали. Вот доведут, но не хотелось бы, хотелось бы, чтобы включилось, чтобы в школах начали вводить раздельное обучение мальчиков и девочек, чтобы вслед за нормами ГТО ввели военно-патриотическое мужественное воспитание мальчиков, потому что мы сейчас видим, мир все решается силой. Все эти демократические, точнее, не демократические, а вот эти вот все, так сказать, бредни, они только для того, чтобы подорвать наше изнутри, так сказать, общество, морально разложить, хоже того, основная цель любой войны – это деморализация народа. А у нас она как раз достигается, вот эта упредительная деморализация через средства массовой информации, вспомним, вот этот вот, это же элементарно, деморализация через интернет, через все каналы коммуникации. И смысл этих технологий в чем? То есть перегрузить чувств простую пятерицу, чтобы постоянно, с ритмом, со всех сторон шло, так сказать, вот, то есть позитивного вздоха, хладка свежего воздуха не было, но хорошо, что хоть церковь восстановилась, она хоть дает людям вздохнуть. А все средства массовой информации находятся в руках, но, наверное, в каких-то наших оппонентах, которые постоянно нам вживляют, вживляют то, как мы видим, от чего уже всех родителей, всех патриотов начало давно уточнить. Ну, все, 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 не все, конечно, есть и другие средства, их мало, они не столь влиятельны, у них не столь много денег, это само собой. Вот, ну, само собой, потому что понятно, мы знаем, в чьих руках деньги находятся в нынешнем мире. Вот, ну, у нас все-таки идет еще и кадет, создание кадетских классов, корпусов, это худо-бедно, но все-таки как бы тенденции набирают ход, есть противодействие. Это тяжелая тенденция, я прихожу к директору школы и говорю, создайте хотя бы кадетский класс, хотя бы сделайте раздельно, сейчас в Москве начали разливать, слиять школы, поражается, в православной школы платные, там большие деньги люди платят, двойная очередь стоит. Да. Очень сильно востребован этот вид качественного образования. И тем не менее, сливают, разливают школы, и вот сейчас уже сколько родителей обращаются, ну, хорошо, ладно, вы начали школу ликвидировать, педагогика, так сказать, будет, конечно, хромать, но вот говорите, что вариативный концепт в интересах родителей, ну, так выделите из десяти слитых школ хотя бы одну православную, все будем туда всем районам ходить. То есть не хотят этого слышать. И вот вопреки, так сказать, заявленному принципу, что родители в законе об образовании, как бы заказчик образования своих детей, то есть в этой части глубоко игнорируется даже это требование, несмотря на то, что готовые деньги платить и в очередь стоят. Вот двойную, я вот сколько разговаривал с руководителем православной гимназии школ, говорит, всех взять не можем, вот двойной, так сказать, поток уже за дверями. Когда в обыкновенной государственной школе недобор, и директора, хотя бы введите православный класс, хотя бы введите кадетский класс, хотя бы уж какой-то МЧС и так далее. Потому что сейчас... Это не так просто просто взять и ввести? Это очень просто. Нет, на самом деле... Организация. Это очень просто. Организовать, дать, но не хотят, потому что женщины, у них нет никакого такого навыка именно вот в каком-то смысле в мужественной траектории воспитывать и образовывать детей. Хотя вот я приводил базар на Владимира Филипповича, доктор медицинских наук. Благодаря ему усилим свыше 4 тысяч школ в стране. У него здоровье сберегающей технологии. Была образована школа вот именно с таким образованием, раздельным. Везде при росту девочек и мальчиков по всем параметрам, по сравнению со средним, интеллекта на 20-30%. То есть вот эта вот древняя традиция по раздельному обучению, скажем так, она на самом деле очень эффективна. Но вот уничтожается в том числе и вынужденным феминизмом и нежеланием современных директоров идти навстречу мнениям родительской общественности. А усугубление ситуации на международной арене, оно показывает, что все-таки надо защищать и нельзя шутиться со всеми этими технологиями. Когда на вот тебе ребенку ювенальные технологии полные права, уничтожай семью. На вот женщину, так сказать, слабое, легкого поведения, вот тебе все права. Уничтожай семью, извините. А если у мужчины, у защитника отечества нет семьи, а что ему тогда защищать? Кого защищать? Вот смотрите как, даже после этого юровидия, какие-то наши поп-артисты, они вроде бы в шутку начали себе с бородами ходить. То есть вроде как игра такая, но это вот этот карнавал, карнавализация сознания, это же тоже технология. Вот, и на молодых это смотрится, ну как шутка, легко. Вот как только ты вводишь что-то суровое такое там, закон этот, тебе говорят, о, ну вы какие тут жесткие, брутальные, а мы такие игривые. Да, вот это внедряют 15 лет, а почему-то профессионалы, там, артисты, все вот эти вот, блогеры и так далее, никто против этого. Ученые, специалисты, там, кандидаты всех доктора наук, никто об этом ничего не хотел говорить. И вот как вы сейчас у артистов упомянули, да, сейчас кинулась эта сфора, так сказать, всевозможных артистов обсуждать. Но извините, вы приняли, так сказать, Бориса Моисеева и ряд других деятелей. У вас нет никакого этического кодекса внутреннего, который вы могли бы разработать и принять, хотя бы изнутри, так сказать, это все дело выталкивать. Уж можно не говорить о законе. Принять этический кодекс деятеля культуры, где прописать некие такие вот, хотя бы результивные мягкие формы. Или ты деятель культуры, и ты принимаешь того, чтобы ни одного зала, ни одного стадиона, ведь в Питере была ситуация, не предоставлять. Ссылаясь на этический кодекс, можно и по-другому обойтись, но что-то ничего этого мы с их стороны не видим. И поэтому только надежда на простых людей, родителей, что дальше самоорганизовывать. Потому что, знаете, родив ребенка, мы начинаем смотреть на 20 лет вперед. Государство, к сожалению, у нас оно больше подвержено тактическим, скажем так, системой сбор, краткосрочному планированию. Но вот тут мы подходим, когда я начал анализировать, могу назвать около сотни этих законопроектов, которые нацелены на разрушение вот этих вот заповедей. Последних времен, в смысле. Да, ну то есть вот чти отца и мать, ювенальные технологии разрушают. Не прелюбы сотвори, да? Не сотвори действия разрушающего любовь. От имени государства принимается закон о профилактике и предотвращении насилия в семейно-бытовой сфере. То есть от имени государства, законом, гражданин имеет право сотворять действия, уничтожающие любовь. Понимаете, так по каждой заповеди десятки законопроектов можно назвать, которые лукаво подменяют терминологию, выходя, так сказать, вот в эту, в общую сферу морали, фактически ее уничтожают через призму вот этого правового регулирования, избыточного и ненужного. Ну что ж, самое главное здесь, ну кроме того, что естественно верить для православных и молиться, потому что молитва самое сильное оружие. Но при этом, при всем, вот вы делаете прекрасное дело и, конечно же, нужно подключаться как можно большему количеству людей, просто просвещать, хотя бы давать людям знать, понимать, что значит этот закон, что он не значит, что значит его принятие. То есть вот это вот действие, оно, конечно, бесценно, потому что его нужно как бы, нужно действовать сетевым способом. Вот они действуют сетевым. Нам тоже нужно, как сказать, иметь сеть, в хорошем смысле сеть, то есть где будет людям рассказывать. Здесь так, на уровне, они действуют на уровне скрытом, как сказать, кластерном таком. Значит, нам тут тоже нужно создавать свои кластеры. А так и происходит. Вот можете зайти, там родительский отпор ВКонтакте, оставить сообщение, найти-то меня. Вот люди собираются, приглашают, ездим, выступаем, объясняем, чем мы занимаемся, как с этого бороться, создаем на местах рабочие группы, объединяем родителей. И могу сказать одно, везде, где сформировались родительские комитеты, они уже начали, скажем так, пытаться воздействовать и повторять вот эти вот резолюции. Ведь фактически вот эта резолюция, которую мы в Госдуме приняли, это в Свердловске в общественной палате состоялась, в Туле в общественной палате состоялась, о не, ну вот в администрации. И меня поразило, когда мы туда приглашаем чиновников, пришли представители всех приходов, весь зал 200 человек не выдерживает, забит, туда пришли чиновники от образования, вплоть до министров, все региональные. И приехали люди из Москвы, специалисты там, Ирина Берсетова, меня позвали, мы выступили перед аудиторией, перед чиновниками, и меня больше всего удивило, там тоже был пилотный регион по внедрению всех этих электронных технологий, и там прям входит, так сказать, докладывание, перечеркали две трети своих докладов и стали перед... Они вдумались просто, они просто вдумались, мы им все это раскрыли, они увидели, и они стали говорить о том, что действительно мы, так сказать, должны образовывать детей, защищать полностью подтверждение ваших слов. Давайте работать, чтобы мозги включались и у чиновников у наших, и у простых людей, чтобы они понимали, что с ними делают, и, так сказать, что им, куда, в какие стороны, ни в коем случае не надо ходить. Спасибо за беседу, мы еще будем встречаться.